Цель нашего приезда, она двойная. Первое, это определить право применения закона. В июле месяце был окончательно принят закон об ограничении вывоза красной икры для личного пользования не больше 10 килограмм воздушным транспортом. И этот закон предполагает защиту наших рыбных богатств, потому что предполагается, что многие использовали, скажем так, контрабандная икра, вывозилась в качестве личного багажа воздушным транспортом. Ограничив это, мы тем самым даем возможность добросовестным производителям производить икру, реализовывать ее. И главное еще и защищать качество, потому что когда эта икра поставлялась в качестве личного багажа, как она транспортировалась, как соблюдался температурный режим, никто не знает. Это невозможно было проверить. Потом она доезжала, допустим, до Москвы, долетала. Там она в Московской области перефасовывалась и уже продавалась, как лососевая икра, там, из Камчатки причем. И у нас Московская область вдруг стала крупнейшим производителем красной икры, что неестественно. Поэтому этот закон оберегает наши природные богатства, но и, главное, оберегает здоровье граждан, потому что, понятно, производство такого уровня, оно обеспечит и качество, и сохранность. И тем самым мы гарантируем, что люди, которые потребляют этот продукт, будут здоровы и будут получать удовольствие и полезный продукт, а не иметь проблемы с собственным здоровьем. Вторая проблема, вторая цель – это введение маркировки на красную икру. Но они сопоставимы, потому что при всем том, что мы ограничили вывоз икры в личном багаже, но, тем не менее, понятно, есть и другие пути поставки красной икры на материк, добытые браконьерским способом. И вот маркировка обеспечивает очень четкий контроль по выпуску продукции и ее реализации. Тем самым мы сразу с вами видим, какая продукция легально произведена, вот она пошла-пошла и была продана в розницу, или вдруг, если в рознице появляется непонятная икра, непонятно откуда произведенная, тоже мы видим, причем видим в онлайне. Поэтому совмещение этих двух ситуаций, как закона, так и введение маркировки, дает нам полную защиту здоровья наших граждан, что мы обеспечиваем качественный и безопасный продукт. И второе – мы сохраняем наши природные ресурсы и даем добросовестным производителям честно трудиться и получать доход от легально выловленной продукции. Что очень важно, потому что зачастую у нас добросовестный производитель зарабатывал гораздо меньше, чем тот, кто занимался браконьерством.